Политика России в отношении Украины будет направлена на скорейшее политическое решение конфликта на Востоке. Если все пункты минских протоколов будут выполнены, автоматически сгорят не только санкции, но и откроется дорога для восстановления потерянного доверия. Это мнение германского спецпредставителя по сотрудничеству с Россией Герната Эрлера. Комментируя состояние российской экономики в условиях санкций, президент Путин заявил в ходе Валдайского форума. Они не оказали того воздействия, на которое рассчитывал Запад. Страна научилась жить в условиях санкций. Сейчас главная проблема это падение мировых цен на нефть, но и с ней нужно постараться справиться. Какие инструменты вы используете для диверсификации экономики и преодоления кризиса? Нам нужно обратить внимание на национальную валюту. Центральный банк делает это и делает достаточно уверенно. В этой связи считаю обоснованными утверждения тех наших специалистов и членов правительства, которые считают, что пик кризиса пройден. И теперь нам нужно сосредоточить внимание на как раз этих факторах, о которых я сказал. На поддержке особо пострадавших отраслей промышленности – это строительство, машиностроение, автомобилестроение, некоторые высокотеологические отрасли, строительство. Для этого правительство выделило дополнительные ресурсы в объёме 150 миллиардов рублей. Финансовое обеспечение, в принципе, есть. Нам нужно продолжить ту работу, которую мы проводили в течение предыдущих лет. И одна из них проводится с Центральным банком, как я уже говорил. Это стабилизация национальной валюты. Это тоже один из показателей, который даёт нам право утверждать, что наступила некоторая стабилизация. Продолжение следует...